Издательство Эксмо. Кэтрин Шенахан. Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК? От авторов. Эта книга посвящается Джону Дойлу. Вскоре после ухода на пенсию Джон с женой переехали из Огайо в Клирлейк, к северу от округа Напа, штат Калифорния. Они переехали, чтобы жить ближе к сыну, смотреть, как растет их внучка и наслаждаться райской погодой во все четыре времена года. Но всего через несколько недель после переезда Джон взял на руки двухлетнюю внучку и почувствовал, как спину пронзила жгучая боль. Это могло быть просто растяжение, которое само собой проходит через несколько дней, но нет, становилось только хуже. Вскоре он не мог даже принять душ без посторонней помощи. Джон очень стойкий человек. Он терпел боль целых две недели, прежде чем обратиться к врачу. На рентгеновском снимке отпечаталась странная тень, а на последующей МРТ обнаружилась доброкачественная опухоль вокруг нерва, которая, как посчитали врачи, и была основной причиной боли. Джон решил, что ему очень повезло. Врачи обнаружили опухоль еще до того, как она стала неоперабельной. Они с женой приехали в госпиталь в округе Напа, где я работала, на простую вроде бы нейрохирургическую операцию. И вот на этом его удача закончилась. Простая рутинная операция оказалась совсем нерутинной. Возникло осложнение – инфекция. А инфекция, в свою очередь, осложнилась тромбом в спинном мозге, из-за которого на момент нашего знакомства Джон не мог ни ходить, ни даже контролировать кишечник и мочевой пузырь. Я была его лечащим врачом, так что виделась с ним по несколько раз в неделю, и каждый раз он страдал от все новых проблем. То была настоящая трагедия. Я и по сей день помню его историю болезни во всех подробностях. Помню, какое бессилие чувствовала, когда справлялась с одной проблемой, а через несколько дней он уже приходил с новой. Я так хотела, чтобы с моей помощью, с помощью моих книг, статей в блоге, публичных лекций, моей работы, хорошие люди могли избежать плохих происшествий, чтобы с ними не случилось того же, что произошло с Джоном. Его организм буквально разваливался, и, несмотря на то, что все это можно было довольно легко предотвратить, у меня не было возможности для раннего медицинского вмешательства. Джон стал моим пациентом только тогда, когда уже было слишком поздно. Эта книга посвящается жене Джона, Маргарет. Через шесть месяцев после нашего знакомства Джон Дойл умер. Его инфекция так и не прошла. А потом появился второй тромб, остановивший его сердце. После того, как муж Маргарет, с которым она прожила почти 50 лет, умер, с автодомом, в котором они собирались путешествовать вместе, стало слишком сложно управляться в одиночку, а в Клирлейке она не знала никого, кроме сына и внучки. Она переехала в жилой комплекс для пенсионеров в округе Напа. Я по-прежнему лечила ее от бессонницы, депрессии и тревожности. В отличие от Джона, она всегда пыталась питаться правильно, так что, не считая болезней, вызванных стрессом, она была в хорошей форме. К сожалению, ее сын по кулинарным привычкам пошел скорее в Джона, чем в Маргарет. Он не уделял особого внимания здоровому питанию и сам того не желая подвергал риску еще и ребенка. Эта книга посвящается маленькой внучке Джона Кайле. Ее родители очень любили ее, и когда у маленькой Кайлы развелась экзема, педиатр посоветовал перейти на молочную смесь. Этот совет не помог. Но к тому времени, когда они это поняли, у мамы уже пропало молоко. В три года Кайла стала хромать. Оказалось, что это результат опухоли мозга. Маргарет приехала на автодоме обратно в Клир-Лейк и припарковала его рядом с домом сына, чтобы помочь. Как и многие мои пациенты, внимательно относящиеся к здоровью, она увидела два поколения, в которых здоровье все ухудшается. Слишком многие врачи списывают такое просто на неудачное стечение обстоятельств. История семьи Дойлов, история прерванной жизни, надежд, мечтаний и планов, которые потерпели внезапное крушение. Это одна из таких историй, которые я постоянно вижу в своей практике. Эти истории могли бы закончиться и более счастливо. История всей этой семьи могла бы пойти по-другому в случае профилактического медицинского вмешательства. Но в современной системе здравоохранения люди не получают самой мощной формы профилактического лечения, всестороннего диетологического обучения. Мы постоянно слышим о том, как трудно получить доступ к хорошему медицинскому обслуживанию. Но у Джона Дойла таких проблем не было. Ему повезло. У него был отличный страховой план, который покрывал все медицинские расходы и давал доступ к любому необходимому специалисту в любое время. Но врачи Джона не смогли ему предложить, как и большинство врачей не могут предложить своим пациентам, краткого курса здорового питания. Без этих знаний он остался уязвим для самого коварного убийцы стандартной американской диеты. Его прежние доктора никогда не говорили ему о диетах. Да и зачем? Медикам не рассказывают на лекциях, как рацион пациента влияет на здоровье, за исключением разве что ожирения, диабета или болезни сердца. То немногое, что мы, врачи, узнаем о профилактике болезней, настолько бесполезно, что мы и сами практически не следуем этим советам. Поскольку стандартизированной диетологической подготовки практически не существует, любому врачу, которого интересует диетология, приходится учиться самостоятельно. А любому врачу, который надеется разобраться, как питательные вещества и токсины взаимодействуют с организмом, нужно пройти еще и курсы биохимии и клеточной физиологии. Когда мое собственное здоровье в 2001 году ухудшилось, я положилась на свою подготовку в университете Радгерс и аспирантуру в Корнельском университете, где я изучала биохимию и молекулярную биологию. Я искала любые возможные связи между проблемами со здоровьем и своим рационом. Чем глубже я копала, тем важнее для меня становилась эта подготовка. Откровения были такими потрясающими, что я тут же стала применять их в лечении своих пациентов. Как и у большинства врачей, среднее время приема одного пациента у меня составляет 7 минут. Так что, пусть у меня и не было времени на полный пересмотр их рациона, я, по крайней мере, успевала дать им несколько ключевых советов. Например, отказаться от растительных масел и уменьшить потребление сахаров. И довольно часто эти советы приносили невероятную пользу. Я говорю об уменьшении уровня триглицеридов, победах над гипертонией, экземой, периодически возвращавшимися инфекциями, мигренями и так далее. В госпиталях и клиниках любят рассуждать о здоровье и профилактике, но на самом деле реальных дискуссий о здоровом питании в кабинетах врачей не бывает. Вот почему, чтобы формально сказать, что «да, мы поговорили о питании», они пользуются броскими фразочками вроде «Ешьте свой цвет». Фраза по-хорошему совершенно бессмысленная или «можно все, но в умеренных количествах». В мире, где под видом здоровой пищи продаются токсины, этот совет может быть даже вреден. Чтобы по-настоящему разработать для пациента персональную диету, требуется намного больше времени, чем предлагает нынешняя модель страхования. О вопросах, которые требуют обсуждения при разработке по-настоящему здоровой диеты, можно написать целую книгу. И именно поэтому я в 2003 году начала писать такую книгу. Через пять лет умный ген увидел свет, и книга привлекла немалый интерес. Люди со всего мира писали мне и делились историями о том, как их жизнь менялась к лучшему, когда они начинали следовать принципам, изложенным в книге. Вскоре после этого моей работой заинтересовалась баскетбольная команда «Лос-Анджелес Лейкерс». Главный тренер Гэри Витти и тренер по физподготовке Тим Ди Франческо посчитали, что правильному питанию в NBA уделяется недостаточно внимания. Так что я вошла в тренерский штаб команды, и мы разработали программу ПРО «Перформанс Рекавери Ортогенезис». Ортогенез восстановления состояния. Нутришн в партнерстве с Холл Фудс Маркет, чтобы гарантировать, что у всех игроков и в поездке, и дома есть выбор нормальной еды, а не только фастфуда. С тех пор связи с Холл Фудс Маркет завязали другие команды NBA, и результаты оказались отличными. Тенденция к употреблению спортсменами цельной здоровой пищи идет на подъем. Я не считаю умный ген книгой о диетах. Это книга, которая дает вам контроль над судьбой вашего здоровья. Это альтернатива делегированию этого контроля финансовым интересам госпиталей и транснациональных корпораций, учреждений, для которых лично вы в лучшем случае линии на рентгеновском снимке, и которые старательно закрывают глаза, когда дорогостоящие процедуры проводятся без соответствующих медицинских показаний. Вам не нужно зависеть ни от кого, вне зависимости от того, насколько этот человек доброжелателен, чтобы вернуться на правильную дорогу в жизни. Умный ген — это не просто книга о диетах. Это книга, я буду прекрасно жить на пенсии. Эта книга, я не завишу от кучи лекарств. Эта книга, мои дети здоровы. Эта книга, мне хватает сил на все. Эта книга, я видела в выпускной своей внучке. Эта книга, я могу заниматься любым спортом. Эта книга, я смогу сделать все, что захочу. И прежде всего, эта книга, я смогу жить так, как захочу. Потому чтобы жить так, как вы захотите, так, как вы себе представляли, для начала нужно вернуть себе контроль над своим здоровьем. Можете считать диету стратегией или инструментом, самым мощным из доступных вам инструментов для оптимизации здоровья. Когда я с моим мужем Люком писала первое издание «Умного гена», я как врач хотела подарить этот инструмент как можно большему числу людей. И я очень рада и довольна, что первое издание действительно помогло многим. Каждый раз, когда кто-нибудь из моих пациентов покупал сразу десяток книг, чтобы подарить их родным, я была ему благодарна. Когда такие великолепные спортсмены, как Коби Брайант, Стив Нэш, Дуайт Хоуарт и Брайс Сальвадор стали применять на практике принципы из этой книги, став примерами для подражания своим фанатам, и даже помогли распространить эти принципы по лигам, в которых они играют, я была им благодарна. А когда ведущие эксперты по здравоохранению, блогеры, врачи, диетологи и писатели стали применять наши идеи в своей работе, я тоже была им благодарна. Я была благодарна, потому что знала, что все эти люди используют нашу книгу как инструмент, с помощью которого изменяют собственное здоровье и судьбу. Как я и надеялась, умный ген изменил обстановку в американской отрасли медицины. Надеюсь, с выходом этой книги в России, стране, где принципы питания во многом схожи с американскими, жизнь россиян также изменится к лучшему.